Доброго времени суток Создаться на вылет Система проведения все так же БО3 Поэтому шансы есть Это не какая-то рулетка Из которой можно легко вылететь Поэтому должен победить Сильнейший Привет Ну действительно тут проигрывать нельзя Ни в коем случае Игра на вылет Постарается ребята как-то все же показать себя Лузерам все серьезно Ну что же, давай переходить постепенно к пикам Тут у нас все достаточно опять же стандартно Леон, Тайтхантер, Акс, Дизраптор Такие вот стандартные классические герои Новые меты Ничего особенного в принципе Ненаблюдаемые Команды сейчас не любят экспериментировать Играют тем, что скажем так вот Как раз в этой мете не хотят экспериментировать Не хотят брать что-то новое Иногда это случается Но после какого-то одного неудачного провала Этого пика То его закидывают опять в долгий ящик И начинают играть по старой схеме Вот у Invasion уже есть хорошая инициация От Леона в принципе с Блингдаггером И от Тайтхантера в перспективе опять же с Блингдаггером Но MVP не отстают И Акса, и Энигма могут творить чудеса Плюс Дизраптор Там АОЕ прокаст крайне мощный Беднайт Пульс, Статик Шторм и Блэк Холл И Акс все это может подкреплять И пассивочкой своей, и топором Так что тут вот пики в плане как раз таки экшена И красоты должны нам быть симпатичны Не люблю я, когда берут масса АОЕ прокаст Вот когда появляются такие Энигмы Которым надо комбинить То я тут же понимаю, что я могу Блэк Холл вообще за игру не увидеть То есть он будет ходить с ним, ходить Ай, неподходящая ситуация, всего два Или всего три Надо всех пять в кучу И только тогда я нажму заветную кнопку Да, тем более Блэк Холл есть чем сбивать Есть опять же и Тед Хантер, есть в принципе Леон, который может сбить Ну да, тут комбина Если скомбинируют, то будет круто Будет очень красиво Будет скорее всего минус пять Если нет, то мы понимаем, что MVP Ну воевать пока что особо прям нечем Да, есть пуш-потенциал через Энигму, через Акса какого-то Но тут надо комбинить действительно Дабы одолеть Ну и по бану Винга, Снайпер, Шедуфинт, Штормспирит, Батрайдер, Бисмастер, Медуза и Вайпер Опять же ничего необычного нет Ну вот Бисмастера забанили Не самый такой прям популярный герой А так все по-стандартному Ну может его как раз банили на пик Энигму У него огромные рейнджа, чтобы сбивать этот Блэк Хол Могли взять из-за этого Инвокер третьим пиком Дэйнвэйджен Ну это скорее всего мид инвокер будет У MVP Ходсикс пока непонятно По лейнам Акс может пойти и на оффлейн Может пойти И фармилы его часто используют По крайней мере В этом регионе Акс Керри Это нормально Да и в мид его можно отправить То есть вариантов у Акса очень много куда идти Такой вот герой разнообразный Я не знаю почему его раньше не видели Раньше его не замечали Никто его не пикал А тут прям Если его нет в бане То он в пике Если нет в пике То в бане Вот в каждой игре буквально Действительно такой герой Постоянно-постоянно залетает Ну это как Винга Как снайпер Которых тоже раньше не пикали Хоть и Доте уже очень много лет Их не появляется Почему-то Ну появлялась Винга там Зачастую чтобы просто Сейвить от Бэтрайдера Потом вот она вошла уже в мету Как постоянный герой Леон тоже не появлялся в пиках Очень долго Вроде как тонкий саппорт Бесполезный А потом как Дота меняет стиль Становится более-менее агрессивный И вроде как палец не мешает Кого-то саппорта выключать Тот же Диджераптор погибнет На шестом уровне С одного подкопа И пальца И никаких шансов не останется Темпларочка появляется Четвертым пиком Ну подумала что возможно Будут инвокер с фаржами Как-то защищать себя Да и так или иначе Герой-то сильный Опять же в плане Эрлигейм В плане мидгейм Рефракшн дает Очень много дэмэджа Плюс мелт минус армор Ну появляется хоть какой-то герой Который реально может тащить По сути без этих комбин Просто прыгать Один опять может Сынкинг в ответку От инвейджен Ну вот снова опять же Появляется АОЕ Ультимейт Крайне сильный Эпицентр Плюс рэвидж Как-то это можно тоже комбинировать Плюс инвокер будет Со своими всеми способностями Здесь его скорее всего взяли Потому что Его можно отправить в лес Все-таки энигма будет лесная Это 100% Соответственно и Санкинг Может на лейн Где-то не выходить Оставить даблу И спокойно выфармивать Себе даггер Ну и плюс получать конечно же Заветный левел И бабло Как-то так Вот мне кажется Санкинг здесь сразу Идет в леса На стайке Может быть там Пару минут поможет Чем более к нему Особо выходить никто не будет То есть Дизраптор 1 На лейне будет помогать Своему кэрри Энигма будет в лесах Энигма там максимум Идет в лес То есть для Санкинга Еще нужно добраться Так что в принципе Если его не будут гонгать То к минуте 9 Можно найти свой блинк даггер А дальше Убивать хотя бы саппортов А в перспективе Даже каких-то кор-героев Все для этого имеется Ого Побоялись Забанили Траксу Но мне кажется Тракса здесь вряд ли бы появилась МВП Хотосикс нужно забрать Фармилу я так понимаю Либо оффлейнера Если они не берут Фармилу А-ля там Нага Антимаг Неважно Ну что-то Сильно фармящее То Им придется играть Очень агрессивно Ну конечно Пик-то агрессивно Но я думаю Не будут рисковать Хотя По сути таких вот Фармил забанили Типа медузы популярных Типа шедуфинда Которых часто берут роля Ну есть еще Нага Есть антимаг Есть гирокоптер Гирокоптер Кстати Своя ОЕшечка И тоже неплохо Входит под все это дело Ну давно Не брали гирокоптер Ну что ж Три секунды Все остается В МВП Ну и вот слушай Про Джагернат Это мы забыли Да не в бане Его не было не в пике Ой-ой-ой Рейзер Герой который Давно вышел Уже из доты В какой-то момент Артизи дал ему Невероятную Просто популярность Его пикали Очень часто Его банили Весь интернешнл По сути прошел Там с ферст пиков И банов Розора А потом про него Забыли просто Хотя ему особо Ничего и не меняли Но герой Просто выпал И все Ну то есть Да обычный Никто ничего не делает Может Артизи у нас Новые меты Будет Зажигать Хотя Сейчас в последнее Время Артизи Только пуканы Своих фанатов Зажигает Потому что Выиграть Толком Ничего не могут Не ну Странный был уход Из ЕГЭ На самом деле Команда была Невероятно сильной Не знаю почему Там в интервью Было сказано То что там Трудно с этой командой Двигаться дальше И так далее Я думаю что это неправда Так Нам нужно Нам нужно Уменьшить скорость камеры И включиться В Дота 2 ТВ Пам Да Все есть Ну что Кто на ком И кто куда MVP Hot 6 Templar Assassin Это будет играть MP 4L Джиггернаут Батон Акс Хин Энигма И Диби Или дубу Дизраптор Команда Invasion АДТР Центкинг Икс Леон На На Будет играть На Разоре ФЗ 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 Инвокер И Гост Тайтхантер Как-то так Сейчас смотрим По стадии Лейнинга Мне почему-то кажется Что инвокер Отправят фармить Ну наверное так и произойдет Разора поставит Мид Что если он будет Стоять против Темпларки Темпларки Будет у нас Печальненько Очень интересное решение Я прям не видел Чтобы все покупали ботинки Сенткинг вышел На мид Ничего не сделал Пошел в леса Я не знаю Ботинок Опять же На ганге Это хорошая идея Но тяжело Будет у тебя Темпларку Там никак Рефракшн действует Действует долго Пошел просто У нас Сенткинг отводить Все правильно Ну я сказал Что он прям С первой минуты Отправится в леса Тут ничего удивительного Нет Он взят Из-за того Что есть Энигма Все прекрасно понимают Что это Минус одному герою Скажем так До определенной минуты И игра будет идти Четыре на четыре И будут лесные фармила Энигма Понятное дело Фармит Быстрее Ого Видно Это пульс Просто сразу бросает Ну да Там деревья разрушили Быстрее подходить К спауну Но так Здесь не так уж и просто Там Леон тыкает Там Инвокер тыкает То есть Особо здесь не подойдешь Ничего не сделаешь Просто залезет сразу Хекс Залезет под коп И Инвокер там Прокаст имеет Ну и перспективу Будет иметь неплохой Даже Санстрайк уже будет Его хватать В принципе Для убийства Акса Акс это не самый толстый герой В принципе То есть два армора 600 хп Это не Большая толщина Пока он не берет Какие-то авангарды Герой уязвимый Джиггернаут пока вообще Ничего не качает Тут же Гернаута Второй уровень Ни Хилингвард Ни Фьюри не трогает Может быть по ситуации Хотя какая ситуация По-любому будет вкачивать Что-то А он плюсики вкачал Он вкачал плюсики Ну ему никто не мешает Эдхантер тут Где-то в лесах На Эншнитах Отводы делать правильно В принципе Эдхантер понимает Что Джиггернауту не помешать А сделать себе отводы Получить там какую-то фасмеку Либо блингдайвер Очень приятная штука Надо чтобы потом эти отводы Акс не фарманул Под каким-то Хилингвардом Джиггернаут Потому что тут будет Все очень печально Если Аксу достанется Весь этот фарм Аксу никто не стакает Ну тут и стакать некому Кто пойдет стакать Единственный свободный герой Это Дизраптор Но если он идет с лейна То Эдхантер будет стоять вплотную Махать энчурсмешами И мешать Джиггернауту фармить Пока вот все спокойненько Темпларка правда стоит у нас Без демеджа Всего лишь есть Три крипа Но Рейсер Доминирует на лейне Опять же неудивительно Кстати Клинг делает свое дело Притом он уже второй Тяжеловат Темпларке Здесь очень трудно Я не знаю Сюда может быть Ну Акса тоже не поставишь Потому что он такой же контактный Ему хоть и демедж с руки Не особо нужен Тем не менее По лицу Никто не отменял Получать Его армора и так далее Не хватит Чтобы Заблучить демедж Надо просить какую-то Энигму перспективу Чтобы выходила на мид Там Когда появится Лифайс Вот он появляется И как-то стараться Рейзера убить Потому что он будет наглеть До последнего По крайней мере То есть никто не мешает В своей перспективе Можно убить кого-то Это же не какой-то Конкретный стан Но кидается Малифейс Окей Получает он Первый микростан Во второй уже начинает Статиклинком Высасывать демедж И Через 2 секунды Уже Темпларка Ничего не наносит И разумно Спокойненько уходит Он слишком толстый Сейчас для убийства Его С помощью Энигмы и темпларки Сюда как минимум Нужен Акс какой-нибудь Который будет наносить Постоянный демедж Крутилкой Даже при отсутствии Демеджа с руки Дизраптор Пока вот Просто бегает Особо не помогает Ну Тэхантер-то ушел Надо вот пока Тэхантер нет Идти куда-то Вылазить Хотя базаруны там Желательно дизрапторы Вообще Заблочить бы все это дело Но никто не блочит Понимаете Прекрасный випи Что там идут стаки Но никто ничего не блочит Могли бы Попробовать Дизраптор на хосте Побежал Ну так вот Посмотрел на все дело Понял что там есть стаки Ну может попинать его еще Ну может попинать Климсануть назад И еще попинать Смотри Оп Так На хосте-то На хосте-то очень больно А фласточки там нет Там буквально стычки остаются Спрятался гос Как круто Слушай в этих деревьях Повезло На самом деле Не хватило двух тычек Чтобы забрать Тэхантера Сделать такой Неплохой Ферстблат Скажем так Очень симпатявый Он был в исполнении Соло дизраптора Против Тэхантера На итоге Тайда Отправил дизраптор на базу Поставил еще и вард Придачу То есть работу сделал феноменальную И даже если бы не ФБ бы еще делал Было бы вообще круто Но и так В принципе неплохо Темпларка у нас Пять крипов До сих пор Ой-ой-ой Вот это беда Разница вообще Огромная С рейзером Санут ли Санут ли Нет не глимсанут И уход санкинг Ну там блатфюри то есть Но хотя бы вот так Отогнать форево можно Оп Да Там брустрайка очень маленький По рейнджу Сцепить было сложно Д плюс блатфюри Очень много времени Сейчас теряет санкинг Вот на Бэбиситерство Тайтхантера Который по сути Делать не должен Санстрайк Батон Поймал Это ферзблат На топе тут Расправились Подцепили Попал санстрайком Мидас появляется Уинвокером Битва за рону Снова статик линг Как же сложно Топарке Повезло что была руна Здесь инвиза А не что-то другого Так бы скорее всего Топарк бы отвалилась 158 демеджа просто Да Тут конечно Очень все плохо Топарке Действительно 9 крипов 9 денаев Айтемов нет Фейсбус появится На минуте 8 Вот так вот Пока идет игра Ну мы понимаем Что топарка еще может Вывести там Пару удачных вырывов Сделать пару фрагов И все будет К нулям идти Постепенно К рейзеру Так что надо Главное стараться Ждать до конца Джекернаут Есть омни слэш И в принципе Тайтхантера можно убить Если выйдет Дизраптор Даст андерстрайк свой Убивать можно Гаста Главное глимпсануть Когда уже крипов Навести на этом не будет То есть Начинать прогонять Убиваются крипы Назад его И уже омни слэш Что по уровню Третий Тайтхантер Крипов у него мало Всего три крипочка В принципе Так же как и у Дизраптора Но Оффлейнер Команды MVP выглядит поярче Но мы все Прекрасно понимаем То что у Тайтхантера Заготовлено там Для себя Несколько Стаков Эншентов Который Формануться Он получит свой И необходимый уровень И Айтем скорее всего Либо Арканчики Ну его уже Почти накапали Ну Главное Третий Тайтхантер Действительно Зафармить Чтобы там Никто не пришел Это все Не сворвал Иначе Будет беда В принципе Випи Та же ситуация Правда тут Стаков Немножко поменьше Тоже есть На Эншентах Немножко Заготовочек Вот тут Грамотно Если бы Акс Сейчас подошел К этим Эншентам И подхили Гвардам Их просто Формануть С Энигмой То есть Очень быстро Это бы истязали И при этом Получили бы Нереальный буст По золоту И по уровню Акс почему-то Не хочет этого делать Несмотря на то Что у него Транклил И фласочки И так далее Он летит на топ К экспириенсу А там Леон Рядом уже идет Леон готов Походить У нас минус Тайтхантер Отмена ТП И продолжает Пушить дальше Леон готов Выходить Да действительно Может выйти В спину Аксу Ультимейта нет И Акса нет маны Вообще ни на что Кроме ультимейта Да Но они пошли Не было крипов Заходить за Тауэр Леон И готов 550 хп Танковать конечно Не вариант был Ну что Т2 уже упадет Вижу крипы Стараются Сейчас может быть Конверс еще Никто и не дефит В принципе Это Тир 2 Забили просто на это ребята Но вот Цен Кинг Четвертый уровень Восьмая минута Блингдагера еще нет Конечно Слишком много времени потратил К Тейкхантеру Когда пришел Очень много времени Ну что Минус 2 вышки Минус 2 вышки На 9 минуте Это понятное дело Дает преимущество По золоту МВП Ходсикс Так и есть 3000 уже по золоту Около 2000 по экспиринсу Ну и сейчас Деньги появляются Тут же У Джиггернаута На Мом Заходит на Рошанчика И начинает его просто Колупать И опять же По моему Инвейшн даже на Рошана Этого не собираются Идти То есть Вот как-то Пассивно пока играют Стоят на лейнах Формят и все То есть Думают Ну ладно Черт с ним То есть Мы еще свою доту Покажем Надо вар поставить Варда правда нет Даймана немножко Не хватает Ну и вот сейчас За счет этих двух вышек Темпларочка Физы получает У нее 9 с этим на руках Сейчас заберут Рошана Тысяча будет Так глядишь И на даггер накапает На самом деле Если Инвейшн продолжит Отодавать такие Скажем так Одни из самых главных Событий в игре Это там ТВРа Рошана И так далее То может все плохо Закончится Они потом просто Игру дадут Да с такими успехами Ну вот темпларка Понимаешь Загробленная Уже сравнялась С Рейзером По Нетворсу То есть Вот эта доминация Рейзера Она уже уходит Абсолютно никуда Вот где Акс Акс должен прилететь С ТП Прийти и под Хилингвардом Все это формануть Это его даггер сейчас стоит Это его наверное 9 уровень Если он это в соло форманет Но он почему-то Не хочет этого делать Он почему-то Бегает пешком И надеется На какую-то призрачную Икспу На своем лейне Готовит стак Дизраптор Тайтхантер должен Прекрасно понимать Что Времени на фарм Остается все меньше Потому что в какой-то момент Залетят и заберут Десятая минута По общим Нетворсам Темпларочка Пятое место Кстати отстает Она Разор уже обогнала Уже обогнала Да все Рейзер уже Непонятно Ну вот Рейзер формит Свой Мекку Свою Мекку Джаггернат У нас имеет И Мома Игис Ну вот Рейзер Как-то все Медленно у него Происходит Он просто Стоит на лейне Да Много Денаев Да Много Крипов Но вот Не все так Круто Как могло бы быть Подожди Здесь Инвокера Ну что Эншент Эншент Фармит Темпларк Кстати Вот так Вот Ну опять же Да По дефракшенам Особо проблем Не стоит Там кстати Поставила Темпларк Трэп То есть В принципе Может туда Подойти Если кто-то Будет фармить И кого-то Убить еще То есть И убить И самим Зафармить Такой может Вариант Для MVP Прослеживается Самый коварный Не жадный Ну и вот Уже практически Даггер Есть Темпларк Если конечно Это даггер будет Низдраптор Сейчас получит Статик Шторм Медаль Себе собирает Джиггернаут Интересно Интересный выбор Да Ну это Манна Рейген Конечно Это все очень здорово Плюс это Минус армор На таргет На который Ты запрыгиваешь Вне слэшем Тоже полезная штука Тайпхантер До сих пор Пока что без реведжа Пятый уровень Все было плохо Да Ну правда Умирал всего лишь Один раз Не так уж и плохо Там мог бы Подфидон идти побольше Да и всего Счет 1-1 Немного фрагов Мы видим за 12 минут Аккуратно Играет ребята Да Пока не было Блэкхолу Несмотря на то Что Энигму Уже почти девятого уровня Мека Солуринг имеется Появляется Блинкдаггер У Сенткинга А ты посмотри Джиггернаут Уже перед Т3 Да ему опять же Никто не мешает Понимаешь Наде Тайдхантер Стоит и все Команда Инвейшн думает Что же нам делать Но вот Про инвокера Мы кстати забыли У него 2500 Возможно это будут Какие-то фас некра Может быть что-то еще Да Это некрачи появляются Ну и заход за спину Джиггернаут Ну тут Аегис есть Подкоп Рейзер приход Санстрайф Пошел Статиклинг Ну вот окей Еще уже успел Минслэш Реведж есть? Есть реведж Ну видимо Должна Сова здесь убивают А нету телепорта Телепорта-то нет Улететь не получается Ну кто-то поможет Или нет Ой нет Уже не поможет Ну перебаковал Перебаковал Откровенно скажем Падает вышка в медле Погибает Джиггернаут Зафармить бы еще Эншентов Но фармить их В меньшинстве Конечно же не будут Даггер сейчас Получает Прям вот сейчас Добивая последнего крипа Акс Там сострайк Батон Очень просел Пошел коллснэп Фаржи бьют Ну и батон Остается 50 хп 2 хп И стиков нет Умирает Успеет ли отсюда Уйти инвокер Типа вот у него есть Пытается подняться Есть вижн Если чем сбить Глимс Ой хорошо Буквально последнюю секунду Минайт пульс Кинотек филд Ну и здесь ФСФС умирает Ну и размен по итогу Получается неплохой Оффлейнер на Кор героя Темпларочка Пошла Есть даггер Должен быть хекс Есть хекс Еще одна трэпа А больше ничего нет И там телепорты Где? Ну вот есть Эпицентр Пошел Прыгать сенкинг А там рефракшн Там рефракшн Там мелт пока рефракшна Еще нет Ну и все Просто должен Еще бьет Здесь темпларка Смотри До конца Пытается прострелить Пытается прострелить Отпивается ботлом Ну и на ботами Джиггернау Теряет вышку Здесь с дабл дэмэджем Я так понимаю А нет Просто он насосал 112 Тоже неплохо Что? Эншенты все еще стоят Неужели так В наглую просто А че нет Ну с дд Правда оно заканчивается Но Одному здесь Не стоит загуливать Все же могут прийти ребята Там опять же Есть рэвэдж уже Ну тайтхантер Пармить тебя Блинкдаггер Появится Просто если темпларка Это заберет То Это все плохо А там же инвейджент А это действительно Ничего не видят Слушай Тут варды только У мвпто стоят Так вот просто На халяву отдают Инвейджент Ну я не знаю Если здесь вижена не было Никак это не контролили Да просто отдали Просто отдали Эншентов Сейчас еще один Рефракшн включится Через секунду И Темпларка Все это дело заберет Оставшиеся Просто 2000 сверху Это Яша появляется Грубо говоря У темпларки 11 уровень В общем подарили Тайтхантер Возможно туда Как-то спустится Увидит это дело Расстроится немного Ну да То есть он бы Подфармил бы Купил себе Блинкдаггер Если там бы фармил С своим замакшенным Ну даггер он сейчас Так и так купит На даггер у него Уже хватает При этом Оставляют лейн На фрифарме У него 100 единиц Золанда остается Вот Синвокер Вторая Некра Рейзер Есть Мека Купил все Огроклаб Ну я не знаю Будет ли это БКБ Либо все же Огроклаб 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 То есть Ну как бы тут Пуш ребята Пытаются пойти И фаржи И некры Ну Больше ничего особо Пока нет Пока рейзер Без агонима Сложно пушить Я думаю Если бы хотел Агоним Наверное Спойнт бустера Спойнт бустера Да Полезнее Выглядит немного Джиггернаут Снова Эншенты Тумбарк Уже третий Нетворд На карте Ну и заход Мы начинаем собирать Либо БКБ Либо Изолятор Понятно Скорее всего БКБ Конечно Там в смоках Ребята стоят Есть Блинк Есть Рейвэш У Тайдхантера Есть Питцентр Опять же Блинк Ну и Энигма Так же покупается Блинк Даггер Но она пока что Еще только на топе Телепорта У Энигма нет Денай вышки Спанули фары Минус И потом здесь Тоже погибнет Вставал Агр Повысить тебе армор Пошел Метеор Загнали в угол Ну вот Ошибки Да Вышки очень здорово Сносили Эншентов Тоже неплохо оформили А вот в массфайтах Начинается какая-то Билиберда Джиггернаут Подставляется одним из первых Хотя у них вроде как Есть инициаторы В виде Акса И Энигмы Ну и вот пошли Инвокер Сейчас будут Некрачи снова Ну вот Не было Энигмы В файте Полетела она в самый конец Уже когда там По сути убили Джиггернаута Акса Но зато спушила вышку На топе Так что вполне Неплох Хороший размер Но есть еще Реведж Есть Реведж Есть Эпицентр То есть две Ультимативные способности Хороших имеются Дидраптор Выходит Снова с дабл дэмэджем Тайтхантер Нашли Запрыгнули Попытка быстро убить Инвокера Зашел в Сайланс И пошел Реведж Наконец-то есть Реведж У Баттона большие проблемы И там еще Эпицентр Блакл Трой Пошел И бьет Темпларка Со своими ТД Огромные фички Залетают Темпларка Спасивки Ультракилл должен быть Не ну пока Триплкилл Но Триплкилл тоже неплохо Пойдет еще Эншент В подфарме Две стоны руках Очень классный Блэкхолл был в троих После Реведжа Здорово сыграл Хин Молодец Ну а Реведж был потрачен Как-то несуразно Уже зафокусили Инвокера Накрыли его Статик Штормом И после этого Было ворваться как-то При этом ворвался в Сайланс Походил еще секунду Все были готовы уже К этому Реведжу Ну и под самый конец его дал Но уже особо действительно Никому он нужен не был Ну и Темпларка Будет изолятор Уже почти он готов Опять же еще больше дэмэджа Еще больше минус армора Темпларка выглядит Очень грозно Станавливается ее все сложнее Там Тысяча ХП Там опять же Рефракшн замакшенный И там огромное количество Дэмэджа Так Тейт Хантер Пришел Санстрайк Подкоп Минус хим Тут без шансов Не знаю почему Продали так Темпларка вроде как Фуловый По мане проблем нет И Джиггернаут Недалеко в лесу фармит Можно было как-то И подраться Зная то что Реведжа нет Но вот решили отдать Просто Сливают Тиммейтов Сливают Ну по графикам Тем не менее Там около 7000 по золоту 7000 также по опыту То есть пока что Цифра для МВП хорошая Но мы понимаем Прекрасно за счет чего Последний файт Дал себе знать На 3000 почти График поднялись А теперь с дезолятором Еще быстрее Фармит Темпларка Сноуболит Скажем так Сейчас появится Какой-то Доедаус Или БКБ Без разницы В принципе Если БКБ То просто идти В лоб в лоб Тыкать Если доедаус То будет ваншотить Большую часть команды Я думаю Не будет рисковать Темпларка Все же Там и подкопы Там и хиксы Там и реведжи То есть очень много Дезейблов Так что следующий Айтон должен быть БКБ Опять же Играть на сейф И уже на верную победу Джиггернаут Везет себе что? Везет себе Яшу А потом покупает себе Огр Клаб Пытается собрать себе Блэккинг Бар Третий И потопа смещается Инважен Есть там Тир 2 Есть Третий Некра Действительно Ну Уже МВП будут воевать Опять же Блэкхолл почти откатился 40 секунд остается Как раз таки до следующего файта Он откатится полностью Акс у нас что? Акс Огр Клаб Ну ПКБ Либо Аганим Опять же тут Можно Спорить Либо вообще Коэта Алибар Я думаю Аганиму не нужен Его не выпускают Из станов и контроля Он даже не может Никого путью сагрить Поэтому Лучше Наверное Блэккинг Бар Потому что Аганим нужен Когда он часто использует Ультимативную способность Судя по его статье Он ее использует не часто 0-3-2 Как бы дают о себе знать Может конечно хочет поменять все Сейчас соберу и Аганиму Начну рубить Да Покупает темпларком Верклаб Ну и Рошан Второй Появляется В принципе команда Инвейшн Видимо на него идет Ставится СН3 Ну и что ж Пойдут ли МВП Понимать ли там Что есть Рошан Что нужно его дефить Как-то А ну хотя Вижен то есть Действительно Видит все прекрасно Ребята Да мог бы Почему нет Блэкхол есть И там Блэкхол есть Да То есть там ворваться Одной ними Все дальше И все идет просто Эдхантер должен стоять Где-то Подальше отсюда Чтобы если что Успешно ворваться Ну он занимает Позицию Как раз таки Ой пошел Убивают и все Убивают моментально Да Статик Штор Ставится Отличный просто По сути по всем Рейкам моментально Там не надо кастовать Блэкхол Там не нужно кастовать Блэкхол Пошел палец Акса вырубили Друбают Рошана Есть Аегис для Темпларки Стоит Хеллингвард Все фуловые Потеряли только Акса Который получил палец И два байбэка От Инвейджен Ой-ой-ой-ой Тут еще и поставляется Разор просто на равном месте Можно в принципе Блэкхол было дать Ну и без блэкхола Зачем? Тут медалька А мне уже так хватает А он после байбэка Развалились Развались эпицентр Удачный Не было даже эпицентр Просто стал Просто стал Стоял Бьет Ну и все У нас не будет 47 секунд Разора Это означает Что полный карт-бланш В руках у команды МВП Они могут спокойно идти И ломиться На хайграунд То есть Т2 То упадет 100% Под таким количеством Минус армора Да, мы видим Что с вышкой происходит И они пойдут дальше Да, там есть рэвэдж Это очень круто Но Блэкхол тоже не потрачен Там да Там и Блэкхол Там еще Аегис остался Там все фуловые По сути Дизраптор скоро появляется Также ультимей Так что все хорошо Да, действительно Что они сделали Нету фахты Ставится хилингвард Все будут фуловые Стоять длительное время Да, забрали крипов Очень круто У инвокера Не крачи Не в КД Здорово Что, не будут бить бараки? Довольно-таки странное решение 12 тысяч преимущество На 22-й минуте По золоту Акс 1600 на руках Ну а темпларка Сейчас получает Лакенбар Че, Дизраптор с Блингдаггером Ну, богатые саппорты И кэрри Все богатые Ну вот Синкинг как-то Своим эпицентром Не особо зашел в этой игре Со своим Блингдаггером Теперь от него пользы уже будет мало Дэмэджа не будет не хватать Не пошло Ну, MVP как-то с самого начала Как вот эти две вышки Забрали на ботами Плюс рошанами Кажется, они Забрали Ту самую нить игры Которую инвейджин Уже перехватить не смогли Ну вот есть здесь инвокер Которого постоянно фокусят Он вообще ничего прокастовать Не может файт Уже какой файт идет Там статик шторм и все На этом у ФСФС все заканчивается Он хочет собрать все БКБ Хочет, чтобы не получалось так быстро его зафокусить Но это не значит, что ему дадут его собрать А там и дэмэджа хватает В принципе, если дать Black Call И Темпарка будет бить Там никакой БКБ не спасет Мы это прекрасно понимаем Так что все очень сложно для инвейджин В плане того, как эту игру вытащить По графикам там уже бита просто огромная Это немыслимые цифры 15-15 по XP и по золоту По золоту даже чуть больше, чем 15 23-я минута всего Очень уверенная игра от MVP HotSix Батон пытается добрать свое БКБ Потому что единственный, кто умирает в файтах Это Axe, который, по сути, не должен там умирать Потому что это как бы танк-инициатор У которого должно быть очень много хп И выживаемости Ну вот не получается у него Ну тут Сэн Кинг ждет Попытается, возможно, Батона убить Но А может Батона убить не так уж и просто 1300 хп В соло Сэн Кинг Наверное, ему дэмэджа хватит Хотя второй эпицентр есть Ждем, будет ли врываться Эдитер Курьер Форжи Ну Понимаю, так что там кто-то стоит, да Понял Батон уходит сразу отсюда Ой, БКБшщика появляется у Энигмы А вот это печаль на самом деле Потому что теперь Хин не будет бояться реведжа Хин не будет бояться эпицентра Вообще, в принципе, ничего бояться не будет Он будет спокойно запрыгивать под Блэкинг Баром И ставить Блэк Холл, который нужен команде Ну, избить его действительно будет нечем Так что теперь По-моему, игра уже у команды EVP Главное сейчас как-то не нафейлить Не отдать пару ненужных стриков Но трезор разор Огр Клаб ПТ, Мека То, что было минут 15 Зат, ничего не меняется 15, ладно, 10 То есть был этот байбэк Были смерти, опять же, ненужные Как-то все так было хорошо вначале у Разора Пошел эпицентр Врыв на Батона Подкопали Много дэмэджа Сюда же Санстрайк Батон погибает Бедный Акс Ну, тут выход сразу На ДТР, Малифлайс Шторма нет Ну, и Тандерстрайк не бесит Да даже без Глимсона И Скадер Табларка готова ворваться Ой-ой-ой, какой же там дэмэдж Почти ваншот, но там хоста На развороте Кстати, Клинк пошел Там Айгис еще может подраться Там смещается эта вся команда По сути, да, как раз умирает Табларк Надо отходить, ребят Мы обязательно Не нужно стоять Они стоят Все же ушли Да, прекрасно понимаю, что там Климса 0, назад Разора, Блокенбара нет Вот тычка с Молдом Минус Байбаку или нет Он не слэш пошел Вот он не слэшком зря То есть, ну а зачем? Тоб на Верочку прям убить Стопроцентный фраг Да там Табларк его с двух тычек забирает Верочка Застилил, я не знаю Деньги нужны Ну и надо идти Надо идти Опять же, Рейзер без боевых Хотя у Рейзера там Всего лишь 12 уровень Он воскресен через 30 секунд То есть, тут не особо Ну, 30 секунд без форты Ну, с фортой, да, вообще Можно снести рейнджовый Легко Ну и, во-первых, развести на фортификейшн Чтобы при следующем заходе его не было Да, вот она форта пошла 15 секунд еще есть За 15 секунд под минус армором снесут Если будут бить Нет, пульс Да можно и воевать здесь, по сути То есть, вы стоите пятером У вас есть все способности Кроме статик-шторма Почему нет? Ну, я не слышу Что, отдают в сторону? Юрия Джагернау Ну, так, через двух Юрю Ну, и сейчас на топ На топ забирать Т2 Там, как раз, крепочки подошли Сейчас Акс прибежит Аксу что-то летит КБ летит О, ждут Ждут От пуши какого-то И ворваться хотят Ну, слишком просто все для MVP Действительно, я не знаю Тут либо Invasion как-то по пику прогадали Invoker не особо зашел И Sun King Да и Razor как-то себя не показал Либо просто играют MVP очень сильно Тут непонятно Не, Invasion это очень сильный Коллектив в этом регионе Но Что-то у них пошло не так Возможно, что-то намудрили с пиком Опять же, этот Razor Который вроде как Лейн выиграл очень сильно А сделать ничего не смог Акс Ну, и вышка сейчас упадет Там еще глимс Сатик Шторм ставится Ну и Razor Два тычки, три тычки Ой, отличный, отличный Агро Акса по двоим Пошел мне слэш Это минус все, в принципе Остались только саппорты в живых Которые тоже далеко не уйдут Запрыгивает наперед Энигма Цепляет ADTR Минус Ион Минус 4 Минус 4 Можно писать ГГ Там был прокастован в эпицентре Вообще не чувствовался абсолютно Ну или он здесь дает, конечно Подкоп, но Не железно, по-моему, здесь Да, Тандрастрайка висит Малифайс Минус 5 От команды MVP Никого они не потеряли Что самое забавное Но вот и Накс Ворвался весь Всю игру федонил А тут ворвался И наказал за все Муки За все Страдания свои Бьютерн, Джоу и Барак Сейчас сместятся на топ Это минус 2 лейна Минимум Я не знаю, на самом деле Чего ждут Инвейджин Там преимущество По 25 тысяч И никаких шансов на бэк Здесь, по-моему, нет То есть у них, да Крутой АОЕ прокаст ГГ пишет ADTR Правильное решение Тут не надо было тянуть Я думаю, еще Ну, тут 2 назад было Все понятно Ну, 28 минут Очень быстрая игра На самом деле Все было Слишком просто посмотрим Чем ответит Имейджин на второй карте По логике Должны ответить Взять какой-то Более-менее стабильный пик Который зайдет Потому что вот здесь Была беда Инвокер Ну, был Почти бесполезен Были сострайки И все 3-4 для мейнкерри Это не сумка Инвокер Да, статистика у него Не очень для керри Но на фоне своей команды Он смотрится Очень даже неплохо С учетом того, что Разор, который выиграл Мид, вообще никак не окупился Вообще ничего не сделал То есть Обыграл Темпларку Да, здорово Переластхитил Помучил ее И Темпларка в итоге заканчивает 8-0-5 А Разор 2-5-1 Ну Где-то Что-то пошло не так Определенно У команды Инвейджин MVP же очень здорово Реализовали свою агрессию В начале То есть Пуш Двух вышек И Рошана Который дал саппортам Необходимые айтемы А-ля там Сапоги Какие-то Арканчики Может быть кому-то На даггер не хватало И все было великолепно Статистика Самое большое количество убийств У АМП На Темпларке 8 Следом идет Форел 4 Ну и Инвокер 3 Энигма 2 Батон 2 Да Как-то так Ну и всех больше Умирал у нас Акс С Разором Ну вообще Акс инициатор Да, можно это списать Но до этого Он как-то хреново инициировал Все не очень было По дэмиджу кстати Инвокер на втором месте 8 тысяч Первое место У Темпларки 11 тысяч Ладно дорогие друзья Небольшая рекламно-музыкальная пауза После которой мы вернемся Продолжим смотреть Вторую игру MVP Hot 6 Против Invasion Поэтому никуда не расходитесь Оставайтесь с нами Продолжение следует...